Здравствуйте! В студии депутат Архангельского областного собрания Сергей Пивков. И поговорим мы сегодня о новом политическом сезоне. Пришла осень, дети пошли в школу, студенты в профессиональные образовательные учреждения, а учителя и преподаватели вернулись на рабочие места. У них начался новый учебный и рабочий сезоны. Также новый сезон начался и у депутатов областного собрания. Скоро очередная сессия и подготовка к ней идет полным ходом. Но сначала мне бы хотелось отметить несколько тем, которые чаще других поднимаются на наших встречах с жителями Архангельской области. Например, актуальная сейчас тема бесплатных рабочих тетрадей для наших школьников. Этой проблемой мы занимались, наверное, последние полгода. Помните, мы уже не раз о ней говорили и внесли ряд предложений по уточнению норм федерального и областного законов об образовании. На словах нас тогда многие поддержали и открыто заявляли, что нельзя требовать от родителей покупать необходимые рабочие тетради за свой счет. Но как только мы вышли с соответствующими законодательными инициативами, многие голоса поддержки сразу сникли. Как итог, голосование на сессии и наши проекты не набирают достаточного количества голосов. Жаль. Ведь многие, в том числе и органы прокуратуры, разделили и прекрасно понимают правоту нашей позиции. Но ничего страшного. Дальше мы обратились к министру образования и науки Российской Федерации с требованием внести ясность в этом вопросе, обеспечить наших школьников необходимыми рабочими тетрадями и перестать уже сталкивать лбами родителей и учителей. Прошло больше месяца, а ответа все не было. Я уже решил заявление в прокуратуру на министра образования России написать, что с ответом тянет. А его раз из должности сняли. Видимо, дотянул. Но самое интересное, то, что новый министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева почти сразу заявила, никаких требований к покупке рабочих тетрадей, входящих в обязательный перечень, за счет родителей не будет. Наконец-то! Наконец-то к управлению таким важным социальным направлением пришел понимающий и, что очень важно, слышащий других человек. Посмотрим, как будет дальше, но первые шаги нового министра мы очень поддерживаем. И обращаюсь ко всем родителям и учителям. Если будут возникать проблемы, то обращайтесь. Меня очень легко найти в социальных сетях. Сергей Пивков. Другой очень острый вопрос связан со страховым рынком. С полисами ОСАГО, которые приобрести теперь по адекватной цене стало не просто сложно, а практически невозможно. Люди чуть ли не сутками стоят в очереди, а в итоге даже покупают полисы по завышенной цене с дополнительными услугами в довесок. Мы эту тему поднимали уже не раз, поэтому долго останавливаться на ней не буду. Скажу лишь, что внимание к проблеме приличено, и она хоть и медленно, но начала решаться. А для того, чтобы такой наглости со стороны страховых компаний больше не допускать, нами уже разрабатываются соответствующие предложения по изменению законодательства. Дети войны. Категория наших уважаемых ветеранов, которая таки не признана в Архангельской области. В более чем 20 регионах страны дети войны уже получают социальную помощь, а у нас даже нет признания. Разве это правильно? Те, чьи детские глаза видели все ужасы Великой Отечественной войны, чьими руками воссоздавалось разрушенное государство, должны быть признаны. И в новом политическом сезоне мы с коллегами обязательно продолжим свою борьбу за эту категорию граждан. Тем более, что первые подвижки уже есть. Еще одна проблема, решение которой зависит от позиции депутатов. Увеличение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда. Напомню, выплаты не увеличивались с 2009 года и сегодня находятся на уровне 450 рублей. Кстати, здесь мы тоже уже внесли свои предложения. Мы предложили величину выплат привязать к уровню инфляции. Если она, например, составит 10%, то и выплаты должны увеличиваться на 10%. 15% значит на 15% и так далее. И тут еще нельзя не вспомнить о выплатах ветеранам боевых действий, которые тоже очень давно не индексировались. А проблемы с ЖКХ, беспредел управляющих компаний, а трудности с капремонтом, дороги, мосты, а медицина, образование, культура, спорт. К сожалению, проблем еще много. А значит и новый политический сезон будет весьма насыщенным. И он уже начался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...